Ростов-Ростовчане, здравствуйте! Ну что же, если вы посмотрите за окно или просто посмотрите на картинку, которую меня окружаете, то совершенно точно поймете, что погода абсолютно не шепчет. Хотя нет, если честно, шепчет буквально каждое утро и говорит «Останься в постели, зачем тебе идти на работу?» Но хочу вам сказать, что, конечно же, вставать приходится и идти на работу, ведь труд облагораживает человека. Поэтому, если вы грустите, непременно найдите себе какое-нибудь занятие и, поверьте мне, настроение сразу улучшится. Потому что все-таки многие, наверное, сейчас испытывают такое депрессивное настроение. Все-таки атмосфера располагает. Забегу чуть-чуть вперед и скажу, что вся неделя будет такая пасмурно-флаксивая. Ну а сейчас на улице плюс 2 градуса, срывается небольшой дождь, скажем так, моросит. Ветра практически нет, хотя все-таки он дует со стороны северо-востока со скоростью 4 метра в секунду. Ну, надеяться на солнце пока не приходится, но не забывайте, главное, улыбаться. Небо пасмурное, никаких прояснений. Но иногда где-то там, за плотными облаками, становится светлее. Значит, настоящая весна не за горами, а на горизонте. А теперь к конкретике. Сегодня ночью термометры покажут плюс 2, будет мрачно и сыро. К утру даже пойдет снег. В среду днем снова дождь, хотя и не сильный, при трех плюсовых градусах. Ветер северный 4 метра в секунду. Влажность, понятно, высокая. Атмосферное давление ниже нормы. А напоследок заглянем в народный календарь. 24 марта отмечали Ефимов день. Считалось, что именно в это время природа начинает просыпаться. Возвращались зяблики и чибисы. Давала о себе знать и кукушка. Если слышали ее клич, то брякали деньгами, чтобы год был богатый и изобильный. На сегодня все. Увидимся в эфире и за окном уже завтра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин